Сейчас покажу вам, как делать анимацию. Итак, идем в настройки, выбираем холст и кликаем ассистент анимации. Появляется у нас такое окошко, здесь можем добавлять кадры и можем их изменять параметры. Количество кадров в секунду, можем еще регулировать, как будет повторяться видео, и, как будет хорошо видно, кадры кальки и их непрозрачность, этой кальки. Все, в принципе, легко и просто. Вот, у вас есть кадры, покадрово нарисованная картинка, и вы ее можете уже в процессе, пока вы делаете анимацию, вы можете ее смотреть, как она у вас будет анимироваться. Просто нарисована обычной кисточкой. Продемонстрирую вам, как выглядит сам процесс рисования этой иллюстрации на тайм-лапсике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь покажу вам, как сохранять нашу анимацию. Идем в настройки, переходим в поделиться и клацаем анимированный джив. Еще мы можем выбрать mp4. И здесь мы можем выбрать количество кадров в секунду, либо сохранить для веб. Все остальное я оставляла так, как есть. Единственное, только что можно еще использовать прозрачный фон, и тогда вы можете залить свои анимации и использовать их в своих сторисах. Вот так вот, пользуйтесь. Покажу в конце вам мою анимацию. Такая вот она у меня получилась. И хочу еще сказать пару слов о том, где я рендерила это видео. Сделала я его с помощью программы iMooge на своем планшете. Полностью запись. И запись звука я сделала только что, сидя в торговом центре. Наложила музыку, звук, и все это слепила вам в видос именно здесь. Именно на своем планшете. Поэтому, если кому-то будет интересно, пишите мне в комментарии, либо лично. И я, возможно, сделаю еще такую маленькую обучалку, как делать вот такие коротенькие видосики в этой программе. А с вас я жду комменты, лайки, рассказать друзьям. Ну и что там еще говорят другие блогеры. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok